Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейс начинает свою программу. Сегодня у нас 13 марта. В Чикаго 8 часов 30 минут Соединенные Штаты перешли на летнее время. Разница теперь у нас с Москвой составляет 8 часов, поэтому в этот час в Москве, как и было, собственно говоря, 16.30. В это время мы начинаем передачу с астрологом Андреем Бухариным. Ну и добрый вам день, Андрей! Здравствуйте, Майкл! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сангейс Радио! Да, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, если вы хотите оставить замечания, комментарии, предложения, пожалуйста, вы это можете сделать по скайпу Сангейс 1.08, это вы можете сделать на сангейсрадио.ком, это вы можете сделать в Facebook, передачи записываются, передачи обрабатываются, выкладываются в YouTube, потом они идут в Facebook. последней была передача, куда кое-что не вошло, мы решили это убрать, поскольку это не касалось профессионального, это было непрофессионально, как мы почитали с Андреем Бухарином, но потом он прислал линк, была передача на BBC, интересная передача, куда вошли довольно любопытные кадры. Я не буду рассказывать об этом, но я постараюсь каким-то образом привести тот эпизод, как-то записать, и то, что не вошло у нас, ну это, так сказать, смеху ради, но тем не менее, достаточно интересно и любопытно. Это будет, может быть, всего несколько минут, маленький клип, но тем не менее. Давайте мы перейдем к нашей теме, сегодняшней программы, а тема, с астрологом надо беседовать, конечно же, о карме, вот, и мы с астрологом, особенно вот принадлежности Андрея Бухарина к той астрологии, которую он себя причисляет, но будем говорить западной, что ли, да, современной астрологии. Карма – это все-таки слово, которое восточное, будем так говорить, пришло оттуда, имеет санскритские корни, есть вообще-то санскритское слово, но тем не менее, как мы вот сейчас решили с Андреем, мы с западным астрологом будем говорить об восточной терминологии карма. У меня к вам, Андрей, такой вопрос в этой связи. Ну вот, обращаются к нам, к вам, обращаются люди, которые предлагают посмотреть их натальную карту. В натальной карте понятно, все то, что там есть, все оно есть. Вот чего там нету, как бы, да, там нету наших прошлых воплощений. В прошлых воплощениях мы себя вели соответственным образом, каким-то заслужили поощрения, заслужили награды, заслужили власть, заслужили болезни, заслужили невзгоды и так далее, и так далее. Можно ли определить? Ну, на Востоке могу сказать, можно, точно, в Джотиш, допустим, там можно определить. А вот как это видно, и насколько это будет достоверно, если мы будем рассматривать натальную карту именно с этой точки зрения? Ну, есть показатели лунных узлов, и не только лунных узлов. К кармическим показателям относятся светила ретропланеты, эффективные точки, там белый-черный луна и узлы. Ну, возможно, еще какие-то есть показатели, которые, может, не открыты еще, либо не используются широко. Поэтому я бы так не ставил вопрос, в принципе, можно ли или невозможно. Я считаю, что возможно, но есть уровень квалификации астролога. И так же, как и в индийской астрологии, в том же Джотиш, например, не все астрологи одного уровня, скажем, профессионального. Поэтому это не значит, что можно делать вывод, что если там, ну, скажем, какой-то астролог что-то не смог, то, значит, вся наука, ну, как бы, она дискредитирована этим. То есть это можно параллельно сделать такое, что математика и математик. То есть, если какой-то математик не смог там, условно говоря, решить какое-то уравнение, то это не значит, что надо говорить, а вот вся наука математика, там, западная ее, допустим, или восточная, там, традиция какая-то математическая, там, она, ну, скажем так, несостоятельна. Объясняется, есть показатели, объяснения, что, чего достиг в прошлой жизни человек. Но нет уровня сейчас современной квалификации астролога и знания сокрыты более глубоко, скажем так, раскрыть, например, тему, где он жил, кем он был, в какое время жил. Я считаю, моя точка зрения, что в гороскопе это все записано. Но в настоящее время, как же, Кали-Югу, эпоха, знания сокрыты, и вот многие вещи просто недоступны, но это не значит, что они не написаны. Понимаете? То есть, если вот написать, условно говоря, ну, некий там текст, а читатель не сможет его прочитать, то это не значит, что у него в руках нет информации, которая заложена в этом тексте. Вот такая, скажем, аналогия. Поэтому я бы, вообще, я не сторонник разделять западную и восточную, как бы, вот так, астрологию. Я бы даже больше сказал, что астрология тропического зодиака, она не западная. Она вообще, в принципе, ну, например, вавилонская у нее корни. Это, какой же это запад? То есть, если даже так рассматривать, то есть, вот, древнеегипетская там тема. То есть, это, отнюдь, конечно, относительно Индии, это запад. Нет, мы не берем, мы берем относительно Индии. Индия возникла, это глубочайшее заблуждение, что все пришло из Индии. Индия возникла, вообще-то говоря, как страна, и на картах она возникла чуть более двух тысяч лет назад. А что было до того, как была там Индия? Там совсем было все по-другому. Это просто сегодня, поскольку памяти у нас ограничена тем, что нам где-то кто-то написал, и книги, которые издаются, и, опять же, мы читаем только то, что нам предлагают читать. А я говорю о той астрологии, которая существовала, скажем, пять тысяч лет назад. Хотя с этим, опять же, можно поспорить. И уважаемый профессиональный астролог Андрей Бухарин сейчас мне может сказать, а где вы это прочитали? И ответить я вам не смогу, или, точнее, смогу, но вы можете не принять этот ответ. Поэтому это просто комментарий к тому, что вот с какой стороны посмотреть. Просто мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о карме как о том, что не освещается особенно ни в каких астрологиях, на самом деле. Ну, это белое пятно, скажем так, астрология, которое есть где работать, над чем. Вот об этом мы и говорим. Поэтому, кстати, надо отдать должное, еще раз, как говорится, снимаю шляпу перед людьми, которые принимают другие точки зрения, в частности, Андрей Бухарин, который, несмотря на свою приверженность вот той астрологии, скажем, которой он занимается, разбирается в этих вещах. И то, что мы об этом беседуем, это уже большой плюс. Опять же, аудитория у нас подготовленная, они все, так сказать, в теме, поэтому это очень интересно. Вот давайте мы тогда вот с этой точки зрения будем белые пятна, так сказать, вот рассматривать. Ну, в принципе, то есть вот именно объяснение положения заходящего лунного узла обычно, то есть я бы так рекомендовал искать в этом направлении, где заходящий лунный узел, он объясняет именно прошлое воплощение, возможно, с проекцией астрокартографической можно понять, где человек действительно жил, ну, вот предыдущую жизнь, либо там цикл жизни некий предыдущий. Но, опять же, это надо как-то документально, ну, скажем так, прояснять, либо в тех случаях, в которых человек помнит свои прошлые жизни. Вот есть интересный фильм, он у меня, кстати, на блоге есть, там называется «Смерти нет». Там, где шотландский мальчик вспомнил в современное время свою прошлую жизнь, причем он в прошлой жизни ушел из жизни где-то в 70-х годах 20-го века. Ну, то есть вот совершенно в наше время и архивы все до сих пор сохранены, и, короче, нашли его. Вот, и так кратко там остров, кажется, на Бэках-то в Шотландии назывался. Вот. И он нашел это, и причем даже там нашли его родную сестру по прошлому воплощению. И она уже такая тетя, уже лет под 50 или 60 было. И она, естественно, когда к ней пришли эти телевизионщики, все там, он, этого мальчика привели, ее надо было выражение лица видеть, она думала, что это какое-то шоу, все подстроили, откуда мальчик все знает, ему кто-то что-то рассказал, он там домашний альбом листает и все, ну, как бы, помнит. Поэтому здесь, здесь, вот в этом, в таких случаях, вот я думаю, что даже вот наука будущего, она на таких случаях как раз и должна, скажем так, самовосстанавливаться. То есть здесь как раз можно гороскоп такого человека смотреть, где его заходящие луны узел, и где конкретно он проживал в прошлой жизни известно, причем документально, то тогда в этом, ну, это, кстати, вот пример, кстати, вектор движения. Но таких случаев, во-первых, их мало, во-вторых, тем более, которые, ну, скажем так, на широкую огласку имеют еще меньше. Ну, таких, вообще-то говоря, таких фильмов и таких историй, таких описаний достаточно много. Я не один фильм такой смотрел, и не только шотландские, а и индийский мальчик, и, в общем, таких много. Более того... Ну, немного примеров таких, я знаю. Очень много, более того, институты серьезные занимаются, институт Монро. У нас, у меня есть очень много знакомых, которые там побывали лично, они проходили через это. У нас в центре, в общем-то, работают специалисты, мы их, так скажем, приглашаем, которые занимаются именно этой методикой. Past Life Regression называется. То есть, человека вот по специальной методике, ну, что ли, погружают в какое-то такое состояние. Регрессивный гипноз. Регрессивный гипноз, по-русски, да, все правильно. Вот, поэтому это все есть. Но хорошо, с точки зрения астрологии, все-таки, мы об этом можем говорить. Ну, как это можно корректировать, скажем. То есть, в тех воплощениях мы чего-то там сделали, накосячили, если так будем говорить, а теперь мы получаем свое. То, что проявляется в наших, ну, к примеру, материальных телах, поскольку все-таки карма – это то, чего пощупать как бы нельзя, правильно? И опять же, с этим можно поспорить. Есть же люди, которые верят, которые не верят. Ну, вот он человек получает, вот мы видим, допустим, элементарно можно посмотреть, какие болезни там у человека, его состояние, его здоровье, правильно? А почему? И что делать, допустим? Куда идти? К врачам идти? К хиллорам идти? Или разбираться с его родом? Или разбираться с его кармическими какими-то проступками, допустим? Как вы считаете? Ну, вот астрология, как вы говорите, с западного образца, она объясняет это, что надо что делать, по крайней мере, что у нас, мы что, чего, скажем так, наработали, какие качества, и какие качества в этой жизни нам надо изучить. То есть, то, что человек, натив, не знает и боится. Вот это такая, скажем, особенность этого пути. Часто люди живут по заходящему узлу, то есть, живут тем, используя тот потенциал, который они накопили в прошлом, и дальше его эксплуатируют, то есть, не обучаясь новому, тому, где показатель восходящего лунного узла находится. И в этом у них происходят, как правило, ряд, то есть, кармические такие неразрешимые проблемы. Я уже об этом много так рассказывал, довольно, тем более, в публичных выступлениях. Но вот могу сказать, что все-таки это проблема такая очень выделенная. То есть, вот проблема человечества – это проблема инволюционного развития. То есть, достаточно понять, что, допустим, все мировые войны начинались, когда вектор инволюционного развития был в знаке весов, то есть, в знаке миротворчества и дипломатии, а инволюционный – в знаке войны овну. Вот ответ. То есть, человечество по своей природе, оно в массе своей не развивается. И уже, и когда оно не развивается, оно ликвидируется. Через, там, катастрофы, через войны – это уже тактика. Скажем, это уже способ, скажем так, исправления, скажем так, засохшей такого ветви дерева, которое, вот, если человечество в виде дерева так представит, то вот эти основные побеги, они, ну, скажем так, перестали приносить плоды. И как любой этот садовник, он будет эти ветки, либо засыхающие какие-то, обрезать. Вот и все. Потому что они вредят всему древу, всему человеческому роду. Вот, поэтому надо развиваться и не бояться этого, да. Можно ли объяснить вот то, что мы сейчас обсуждаем, гибель таких, ну, может быть, ну, история Содома и Гамора. Содома и Гамора, да? Да, и цивилизации в том числе. Содома и Гамора – это совсем там уже была патология, скажем так, полная. Это то, что мы читаем, мы этого не знаем, но мы сейчас говорим о том, что да. Слов даже этих библейских, если так взять, то есть там проблема была, скажем так, понятная, да. То есть сексуальное извращение, если так это сказать. Вот. А проблема, например, в целом, вот когда, ну, вот, гибель античной цивилизации, да, там, почему? Вот это же много, Джованни, например, Батиста Пиранези, такой художник, известный итальянский, он много картин нарисовал. И вообще много картин нарисовано о разрушенных античной вот этой культуре. Причем любопытно то, что в официальной науке такое существует мнение, что тогда, представьте себе, мода была представлять и рисовать разрушенную античную культуру. И массово все там представляли, рисовали, но удивительным образом, что известная, что одну арку триумфальную, которая называется триумфальная арка Константина, которая находится рядом с Коризеем в Риме. Вот представьте себе, в разные годы ее представила, нарисовали, там, заросшие, там, со скотом всяким, засыпанной землей, там, вниз у нее, там, Илон. Разные художники, которые разговаривали на разных языках, там, я знаю, немецкая школа, там, нарисовала художественная, итальянская, там, нидерландская. И вы можете представить себе, все они без исключения в своих фантазиях нарисовали на этой арке текст на латыни, восемь строк, без ошибок, слово в слово. Понимаете, то есть это, ну, абсурд, такое, как говорится, it's impossible, да, то есть это быть не может по определению, чтобы вы, мы с вами представили в фантазиях что-то, и на незнакомом языке, без ошибок, там, написали какую-то там страницу текста. Это говорит о том, что они просто срисовывали это, то есть пришли, как любой художник, раскладывает свои, там, художественные причиндалы, да, и рисует, там, поле, там, не знаю, луга, там, либо просто, чего он там видит. То есть он как фотограф, скажем, только руками. То есть фактически мы можем сказать, что все, что было тогда, вся эта разоруха античная, то есть которая отражена у художников 18 века, в их творчестве, это фактически не выдумка, а реальная, скажем, картина на то время городов, ну, там, поле, ну, то, что их окружало. И, между прочим, арка Константина, наберите в интернете, она до сих пор, ее раскопали, она существует, это там ходят туристы сейчас, все фотографируются, и вот, и вы же ее найдете в фантазиях Джованни Батиста Пиранези, например. Так вот, я к чему говорю, что неспроста не бывает все в высшей степени справедливо, и абсолютно та цивилизация была смыта тем мегацунами, каким-то или там другой какой-то катастрофой, не на пустом месте. Известно, что, например, даже дошли до наших дней такие вещи, как, так как там был культ красивого тела, помните, Майкл, какие там скульптуры, Аполлоны Белеведерские, всякие там, Венеры там, то есть красивые тела там, это, так, до чего доходило, что если рождался человек с какими-то, ну... Отклонениями. Да, то его, так как он был, извините, некрасивым, его просто убивали. То есть и человечество массово настолько преуспело в детоубийстве своем, что оно было такое кармическое, то есть это воздаяние было в виде мегацунами, потому что это, извините, как душево сплощаться. Если она по каким-то нормам там не имеет ту фигуру, там, либо рост соответствующий, то его надо ликвидировать за это. Это же антибожественно. Вы знаете, да, вы знаете... Дело в том, что есть объяснение этому. Ну, насчет убийства, я не знаю, это просто уже как бы... То есть это официально, то есть это как бы в этих... до наших дней даже дошло, что именно это в мифах Древней Греции, там, ну, почитайте, там, спартанцев, как воспитывали, там, то есть он не может там быть героем. Все, ему, значит, зачем его тогда растить? То есть уже подходили с такой позиции... Я понимаю, я сейчас говорю о том, что есть объяснение этому действу, я не говорю о том, что да, действительно, это все было, да. Но я говорю о том, что причина, почему это делать, то есть считалось о том, что если человек, ребенок, допустим, рождается с отклонениями, с аномалиями, то есть тогда, ну, опять же, это все забыто, это можно сейчас, так сказать, только догадываться, но, в общем-то, это объясняет, элементарно объясняет, что человек, который рождается таким образом, или получает какое-то, допустим, увечье, это означает, что он совершил дурной, плохой поступок. И это кармическое действие, это кармическое его воплощение в этом убожьем, будем так говорить, теле. Есть достаточно много, я помню, слушал ведическую притчу, это очень интересное, когда пришел учитель, взял с собой, не буду сейчас пересказывать, там было четыре случая, было очень интересно, это все когда-нибудь я расскажу отдельно. Так вот, он взялся со своего ученика и взял только с него слово, он набивался просто в ученики, и он взял с него слово, что он не будет ни в коей мере обсуждать или осуждать его поступки, какими бы они ни были. И вот одна из просто таких, вот я вспомнил по ассоциации истории, когда они пришли в какой-то, а он был очень известный, этот гуру человек, и когда они пришли в какой-то дворец, во-первых, тогда на Востоке принято, кто бы ни пришел, даже враг, приходит его, принимает с растертыми объятиями, садят за стол, угощают его, а на следующее утро начинается война с ним же. Так, короче говоря, его взяли, приняли, и вот, когда они уже ложатся спать, им отвели самую лучшую спальню, вдруг ученик там уже заснул, а тот его будет, и говорит, идем со мной. Он говорит, куда идем, я тебе сказал. И вот они приходят, идут по коридору, прокрались они в спальню царевича, старшего сыда, а он думает, что он-то делает такой, этот учитель. Он подходит к кровати, берет его за руку, этого царевича, который должен стать королем, и ломает ему палец. Тот в ужасе, тот малой кричит, ну, мальчику там было два мальчика, одному там было семь, другому там двенадцать лет. Он кричит, как резанный тут стража, а они убегают, короче говоря, все-таки они удрали раньше. И потом было таких четыре случая, и тот каждый раз уже в недоумении, и он уже говорит, это какой-то сумасшедший этот гуру, что-то я к нему в ученики пошел. А в итоге что потом было? А было то, что если, скажем, царевич или кто-то получает какое-то увечье или рождается таким, он ни в коем мере, каким бы он ни был, был по старшинству, он никогда не будет царем. Ну и вот сделали младшего сына тогда, ну и было покушение, а тот был очень и очень такой хороший, его любили все, а младший сын был Самодор, короче говоря, мальчик очень избалованный. В общем, было покушение, короче говоря, что-то типа такого, что его восстал и убили. То есть вместо этого он его просто спас, короче говоря. Вот такая вот история была. Ну это объясняет то, что вы говорите, объясняет то, что вот так вот вели себя прошлые люди, ну это варварство, конечно, просто братья убивать, но в этом что-то есть. На самом деле в этом что-то есть. Я вам хочу рассказать один эпизод, кстати, опять же, прошу прощения, отвлекусь, но это достаточно интересно, это наше время. Это в Нью-Йорке мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг получает два, ну там постоянно ему приносят какие-то предложения. И вот два поступило ему предложения в один и тот же день. Одно предложение было от Ассоциации инвалидов детей и просьба выделить средства на лечение этих бедных детей, инвалидов. Сумма составляла где-то порядка 25 тысяч долларов, ну где-то в районе этом. И сразу же, чуть ли не в то же время, другое предложение помочь гениальным детям, отправить их куда-то на, ну какой-то там, не знаю, на обучение каким-то очень известным школам. Чтобы еще больше, так скажем, они действительно одаренные, гениальные дети. Но это все очень дорогое обучение, это переезд и так далее, и так далее. И сумма составляла довольно-таки несколько сот тысяч долларов. И мы принесли вот на рассмотрение вот эти вот два документа. И как вы думаете, какой он выбрал документ? Ну раз я задаю этот вопрос, понятно, ответ очевиден. Он выбрал вот этих гениальных детей, хотя там как бы не так много денег, что ли, в той самой, в Нью-Йоркской казне на тот момент было. Это как раз-таки были там разруха и так далее. Помните, там это было после Джулиани, когда ушел, потом он стал. Короче, там надо было восстанавливать Нью-Йорк и так далее, вот эти башни и так далее. Вот он все-таки выбрал выделить вот эти 200 или 300 тысяч долларов, выделить этим гениальным детям. И объяснение было простое, к сожалению, о том, что эти дети, они, ну, кармические. Вот он эти вещи как бы, вот так вот было объяснение. Ну, можно спорить, можно соглашаться, не соглашаться, но такой случай имел место. Ну, тем не менее, законы кармы, они в высшей степени справедливы. Во-первых, я не хотел бы говорить, что они там, в принципе, там каких-то, допустим, тех, кто как-то жить не могли, детей, что-то они с ними делали. Я не свидетель этого. Я просто хочу сказать, что в целом, что перегиб был, что была некая норма, скажем, красивого тела. И те дети, которые мне как-то не соответствовали этому, и не факт, что он там был коллегой какой-то там, хотя это, они кто такие, что они там вершители судеб. Может, ему надо отработать как раз с этими вещами прожить и перестрадать, и как-то отработать свой грех прошлых жизней. Они просто вот брали на себя миссию такой, как бы, что ли, такой селекции человека. И в результате эта цивилизация была смыта. То есть, значит, это была ошибочная, скажем, такая неверная, ну, скажем, точка зрения, что какие-то избранные там будут жить, а неизбранные будут уничтожаться. Какие бы они там в результате этой селекции гении там не супер, не строили там зимние дворцы и прочие-прочие такие здания, которые там до наших времен дошли, вот которые сейчас повторить не могут. Никто, технологий нет, того бетона, как бы, из которого это делалось, ну, там, полимерные эти вещи все. Ну, я сейчас не буду углубляться, есть масса исследований на то, как сделаны колонны, например, там, в Санкт-Петербурге и так далее. То есть, это и так далее, и так далее. Поэтому здесь разговор идет именно о том, что кармические законы, а карма, это что такое? Это закон божественный, закон причины и следствия. То есть, что посеешь, то и пожнешь. То есть, что человечество посеяло, то оно получило, скажем так, на выходе. Поэтому те мега-катастрофы, которые были в прошлом, они есть в высшей степени справедливое наказание за те дела, которые в прошлом человечество чинило. Это можно, как угодно, те дела там обелять, приписывать, объяснять, что они поступили там, как нельзя было поступить, что на войне, как на войне и так далее. Это, я такую фразу скажу, как у меня в армии сержант один говорил новобранцам. Это их личное горе, понимаете, что если они это так понимали. Это правильно. Поэтому, вот, ничего не могу ни добавить, ни отнять, раз по законам кармы, эта античная цивилизация была смыта, значит, она это заслужила. Вот и все. На самом деле это объясняется. Опять же, было дважды, люди нарушили Божьи законы, и дважды они были наказаны, третьего раза, ну, так считается, не будет. Поэтому все пойдет своим чередом, все пойдет так, как оно должно идти. Мы не готово, не готово население Земли, а чем дальше, тем хуже, мы находимся в Кали-Юге, несмотря на наш золотой, мини-золотой век, в котором мы сейчас конкретно находимся, который будет продолжаться еще там какие-то там тысячи лет. Но, тем не менее, для истории Вселенной это вообще ничто. Так что, да, но, кстати, в одной из программ мы с вами говорили, и вы прогнозировали, через каких-то 70-75 лет, вы спрогнозировали какой-то там серьезный катаклизм, типа... Ну, в 2070-х годах, да, повторится астрологическая картина того времени, когда было три года без лета, в 1816-1819 годах. Да, вполне возможно, что будет, ну, это, я хочу сказать, немножко вот прокомментировать вот ваше высказывание о том, что человечество не готово, большая часть человечества, но не все человечество. Я вот, например, наблюдаю то, что... Вы готовы. Сейчас идут, да, есть, развивается небольшая часть человечества, оно так всегда, в общем, больше, во всех катаклизмах уничтожалось не все человечество, а львиная доля может быть, большая часть. То есть, всегда оставалось какое-то, ну, ядро, как бы аналог Ноя, да, такое что-то, которое дальше опять пророждение шло. То есть, поэтому заявлять о том, что все, как бы, духовно напали и не перспективные, я бы, ну, не решался. Хотя бы потому, что сейчас, несмотря на то, что средствами массовой информации формируются, то есть, человечество как бы насильно теми новостями, которые публикуют, захватывается внимание людей и их вовлекают в вибрации ниже уровня нулевого. Ну, если брать вот такую градацию, вот, восторга любви, высшее проявление и низшая депрессия, там, тоска, то вот в сторону вот ноль, как бы посередине, то вот туда вот между нулем и тоской депрессии, вот туда, ну, ужас, страх, скажем. Вот эти новости, они, ну, посмотрите новости, у нас ближайшие пять новостей, сейчас открою, это будет три правоубийства, одно про ДТП и третье там, как кто-то где-то на сцене разделся, там, например, все. То есть, новости, которые вибрации нижних центров включают, то есть, если так эзотерически говорить, которые, а то, о чем мы на каких вибрациях находимся, мы то будущее притягиваем. То есть, если мы думаем о том, что хочу, ну, условно говоря, заработать денег, а при этом вибрации у меня или у человека на нижнем, скажем, такой октаве работает, то он будет бедным, он будет терять, он будет думать о деньгах, но вибрация дает событие по теме денег, но со знаком минус, например. Поэтому будущее человечество – это человечество позитивно мыслящее, осознанно, причем несмотря на внешнее противодействие и навязывание ему деструктивного, скажем, такого эмоционального состояния фона. И поэтому развивается человечество будущего тем, что даже в сложных ситуациях, которые в жизни возникают, оно находит, скажем, состояние любви, восторга, радость такой, что ура, новый урок, ну, мировой кризис, отлично, тренируемся, как говорится, кризис менеджмент. Знаете, антикризисному управлению, так опыт нарабатываем, пошло время стабильности, отлично, тренируемся, как жить и выживать, скажем, когда всем хорошо или когда всем плохо. То есть это в целом, то есть даже неправильно всем хорошо или всем плохо, когда, условно говоря, штиль или шторм, то есть тоже, когда штиль, тоже плыть трудно, но надо как-то. Поэтому здесь вот это человечество, которое осознанно, кстати, мы подходим опять к армическим узлам, лунные узлы, они имеют знаки возвышения и знаки ослабления. К знаком возвышения находится, то есть знак восходящий лунный узел экзальтирует в болезнецах обитель его скорпион. Что это говорит? Это говорит как раз о том, что для выполнения своей миссии по любому положению наших узлов, надо всегда эту миссию выполнять по сверхзадачам близнецов и скорпиона. Близнецы – это путь ученика, это думаем своей головой, это учимся. То есть противоположно, если это оси брать стрелец, это знак веры и авторитета. То есть человек, который не думает своей головой, что он делает? Он доверяет кому-то другому. Почему? Потому что тот уважаемый человек. А раз так, то его непременно обманывают, и он получает по близнецам информацию со знаком минус. Скорпион – это знак трансформации глубины стресса, преодоления страха и, скажем, выживания в экстремальных ситуациях. И если человек осознанно идет на обострение ситуации, то есть радуется неизведанному тому, что вызывает, скажем, страх у обычного мирянина, то он получает по заходящему узлу, по знаку телец, воздаяние в виде материального достатка и стабильности. А если человек не хочет рисковать, а хочет жить в болоте стабильности, то есть сразу на энергию телца включает, то он, что происходит с ним? Он теряет это. То есть его жизнь становится бедной, ущербной, неполноценной. И вот здесь ключ к этому, к пониманию, к исполнению своей миссии. То есть большинство, то есть осознанное человечество эры Водолеев, человечество будущего, оно непременно будет всегда самообучаться и всегда преодолевать трудности, а не стремиться избегать трудностей и не доверять свою судьбу неким авторитетам. Вот так вот, Майкл. Поэтому большинство, естественно, живут по заходящему узлу, но меньшинство есть, которое все-таки развивается и эволюционирует. И я могу сказать, так как моя, скажем, профессиональное занятие, в том числе читаю лекции, семинары, люди посещают их, и я вижу, что да, конечно, если я прилетаю в город, в котором полтора миллиона населения на лекцию приходит 20 человек, ну понятно, что меньшинство желает узнать, скажем, как выжить в будущем, а большинство это дождутся своего Дантеса. Это такова жизнь коллективного, потому что война – это коллективный Дантес, скажем так. Если по аналогии, как у Пушкина появился его, ну скажем, такой ликвидатор, который поставил точку на эволюционной жизни Александра Сергеевича, причем, обратите внимание, здесь не смотрится на то, гений человек или не гений, светлая личность или темная, может быть, любой демон служит темным силам осознанным, но при этом исполняет свою миссию. То есть, понимаете, вот это в разных плоскостях. То есть, если по аналогии с самолетом есть плоскость горизонтальная, то есть, грубо говоря, в какую сторону света летим, есть плоскость вертикальная, набираем высоту, либо снижаемся. Вот об этом речь. То есть, вы можете набирать высоту, то есть, как бы, духовно быть порядочным человеком, каким-то супер-аскезом каким-то и так далее, но не выполнять, для чего сюда пришли. И соответствующие будут санкции идти не без... Ну, сначала намеки тонкие, там, «Ты, гражданин, оттуда не ходи, ты сюда ходи!» Там снег башка попадет, да? Ну, как это из «Джентльмен удачи» это кинофильм, кто, не знаю, наши радиослушатели смотрели или нет. Но там просто вот именно сам подход, что намеки идут, родные, близкие намекают, говорят там, человек не понимает, открытым текстом ему говорят, все равно упорствует, появляется Дантес тогда. Ну, вот так вот. Понятно. Дорогие друзья, напоминаю, мы беседуем в центре «Сангейтс», «Сангейтс Радио». Меня зовут Майкл Мелехов. Мы беседуем с астрологом Андреем Бухариным. И у нас сегодня речь идет о карме, с точки зрения астрологии, безусловно, что означает, что заслужил, то и получил. И без сомнения, конечно, не все. Да, вы правильно говорите, естественно. Меньшая часть, она есть. Я уверен абсолютно в том, что наши уважаемые радиослушатели относятся именно к той части, которые это все понимают, и которые хотят жить именно на верхних, скажем, чакрах. Потому что три нижние чакры, вот то, что сказал Андрей, это Муладхара, Сватхистана и Манипура, это все-таки нижние чакры. А вот первые четыре, вообще-то говоря. А начиная вот с этой, с этой шутки, это уже идут более серьезные. Более серьезные, это осознанное уже поведение, это уже способность к мышлению и понимание, для чего, собственно говоря, мы живем и как надо себя вести. Но вот такая у нас реальность того, что, ну, все-таки основная масса населения этого не хочет понимать, это их право, но очень хорошее образное сравнение Дантеса, придет свой Дантес. На самом деле, не Дантес-то плохой, просто совершилось действие, которое называется равное противодействию. Противодействие равное действию, да? То есть тот самый кармический момент, потому что вот там сверху как бы видно все, но никто никого не наказывает на самом деле. Чего вот Бог какой-то такой вот весь нехороший, почему ты меня, за что ты меня наказываешь? Я ведь такой светлый и пушистый, да? Нет, ты не светлый и пушистый, раз приходит что-то, что не по тебе, не по нраву, и тем более, если это совсем тяжело. Кто-то или что-то приходит для того, чтобы объяснить, как мы себя ведем. Все программы, на самом деле, наши программы, они направлены именно на это, чтобы человек, ну, как-то задумался над тем, что он делает, как он делает. Мы даем информацию, на самом деле. Ну, если она востребована, если она понятна, то тогда человек идет узнавать. Вот те 25 человек в полуторамиллионном городе, где Андрей Бухарин проводит свои консультации и лекции, хотят узнать. Ну, честь им, хвала. Ну, а другие, ну, чего, не время, значит. Время не пришло. Да, Андрей, давайте мы вернемся на нашу, так сказать, грешную. И в наше время у нас вчера было, вчера, по-моему, да, ночью, у нас, во всяком случае, не знаю, у нас было полнолуние. Серьезное, так сказать, опять же, положение, что такое полнолуние, мы знаем, тут обостряются очень многие там процессы. Вот, опять же, если Андрей говорил о восходящих, нисходящих, в Джотише это Раху и Кету, это мы тоже уже говорили. И люди ведут себя, соответственно, тому, вот как Луна все-таки в каком положении находится. Что вы видите, давайте на недельку, может быть, началась рабочая неделя у нас, понедельник, 13 число, вот до конца недели. Есть какие-то прогнозы, может быть, у вас? Ну, вообще-то я хотел бы там по нефти. По нефти? Мы нефти вспоминали, да. Да, нефти будет. Я уже, говорю, устал по ней говорить о прогнозах, но показатели на снижение идут. Но вообще-то действительно, заметил, что она, кстати, начала снижаться, цена на нефть. Это не просто начала снижаться, с 55, простите, до 40. Да, да, целый месяц. Я вам могу сказать, вот у меня графики, 47,90, она сегодня была самая низкая отметка за один баррел в долларах. А по графику я могу точно сказать, ну, что значит точно, с точностью до 80%, куда мы идем, вот я могу прямо сказать, у меня показан этот график, я это уже сказал довольно давно, 47,27 она идет, сейчас 48,27. Хочу сказать, что те люди, которые, допустим, допустим, они, ну, участвуют в биржевых торгах, что ли, да, вот если сейчас, в данный момент, они захотят на понижение, вот это вот, там, скажем, зарабатывать деньги на понижение, 48,30 и 47,27 это один доллар, что в переводе на, скажем, на заработанные деньги или, там, проигранные деньги, это тысяча долларов, то есть на одном контракте, то есть если у кого-то есть такие возможности и, так сказать, они в курсе дела, то они могут заработать сейчас очень и очень много, несмотря на то, что нефть упала с 50, повторяю, почти 5 долларов, то даже разговоров нет о том, что мы идем туда, но, правда, есть один показатель, мы должны опуститься ниже, чем 47,70. Что видите, вы скажите? Ну, я тоже, я уже давно объявлял, что цена на нефть будет, тренд ее стратегически, это снижение, то есть если вот такая длительная коррекция была какая-то, потому что, в принципе, нефтяная эра, вообще вот так, глобально, если смотреть, нефтяная эра, вот ее конец где-то вот обозначен 2025 годом, то есть активное, скажем, сокращение потребления, ведь уже, я говорю, даже в некоторых странах этот год обозначен как отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, вообще полностью, то есть представляете, то есть это потребление, насколько нефть, то есть у него тренд стратегический, в принципе, нефти на снижение такое, причем вплоть до того, что человечество вообще откажется от использования ее как двигающую силу, уже давно, и знаете, я даже недавно видел фотографии, вот не поверите, женщина в таком одежде, дореволюционной одежде, ну, дамы в таких шляпах, в таких платьях в пол, на электросамокате, вот вы представляете, то есть это, когда это было уже, ну, какие-то такие модели уже были изобретены, и уже люди уже, не какие-то автомобили Форда, там первые, эти на бензине, там какие-то, на электросамокате, то есть уже был самокат электрический с электродвигателем, уже были какие-то, я не знаю, там как это электричество, они там, в каких батареях, оно там, аккумуляторах, оно там как-то аккумулировалось, но сам факт, любопытно этого, то, что человечеству не дают уже порядка ста лет, или сколько, нормально или больше развиваться, я вам больше скажу, есть гравюры, коронации какого-то там русского царя, начало этого, 19 века, или конца 18, а, ну, в конце 18-го там кто, там женщины были, да, в основном, да, начало 19-го, представьте себе, московский Кремль весь в электрических лампочках, официально, электричество возникло, там, ну, где-то в конце, лампочки эти, Попова, и кто там, я не помню, уже не ошибаться, Попов, мне не радио, кажется, изобрел ее лампочку, нет, Попов радио изобрел, радио изобрел, вообще электричество считается, несмотря на там, Эдисон, там, Эдисон, Фарадей, вообще считается, что Тесла, но это неофициально, но Тесла, это он уже 20-й век, я же говорю про, то есть, в любом случае, официально, то есть, гравюры говорят о том, что было там, атмосферное электричество, как-то добывалось, да, то есть, в виде на шпилях, вот эти все, вот Петропавловская крепость, шпиль этот, какой-то невероятно, непрактичный, вот для чего такое вот, штырище такое в небо делать, для чего, вот если собирать электричество, вы знаете, что разница потенциалов по высоте, либо там, электричество, как Тесла говорила, оно везде есть, то есть, все бесплатно, можно брать из воздуха, вот Останкинская башня, эту технологию, ее просто, как бы, человечество запретили, скажем, вот эти силы, которые, ну, скажем, извлекают прибыль из нефтяной иглы, вот такой, но время их подходит к концу, поэтому человечество в любом случае будет, скажем, новыми источниками, поэтому, с этой точки зрения, у нефти нет будущего, а раз так, то цена на нефть будет снижаться, в принципе, то есть, она может некоторое время, такая агония быть, что она там где-то держится, но вы видите, что цен на нефть, уровня, допустим, 150 долларов и прочего, даже по техническому, вот я смотрю, там, в принципе, нет, потому что максимум был 139 долларов, это в 2008 году, и дальше максимумы все ниже, ниже и ниже, там, 117, 122, 122, 108, 109, то есть, в принципе, тренд нисходящий, так глобально, на десятилетия даже, если смотреть, он нисходящий, даже не астрологическим, а таким, технический анализ даже, стоит, то дело, то дело даже, это все понятно, тут дело в манипуляциях, и в том, что мы все втянуты в эти манипуляции, те, кто хотят, там, что-то такое, там, ухватить, к сожалению, это реальность, и, к сожалению, это нехорошо, истощение, то есть, добывание нефти, это же истощение, это недра, это скважины, это вред, это мы знаем, и природа нам, природа безусловно ответит, ведь заполнение этих скважин буровых, это же, это же вода, если попадет, это же будет разорвать, потеря воды идет сильная, я вот сейчас общался с людьми из Нижнего Новгорода, оттуда из тех мест, там, где раньше были болотистые местности около Нижнего Новгорода, вода ушла, а в колодцах нет воды, то есть, там, в принципе, она уходит, вода на глубину, видно эти пустоты, но представьте, сколько вот за десятилетия откачано, вообще оттуда из недр этих, да и воды той же, для мегагородов, там, и так далее, и туда вода уходит, кстати, это большая проблема, обмеление, то есть, Волга мелеет, а это, значит, судоходство прекращается, а это рыба, это все вместе, это электричество, потому что эти электростанции стоят, которые там, и прочее, прочее, вот это, кстати, первый признак, то есть, первый, да не то, что признак, а последствия такой массовой, катастрофической нефтедобычи, как одна из, видно, ну, как я предполагаю, скажем так, связь, вероятно, есть, потому что эти пустоты чем-то должны заполняться, правильно? А пустоты колоссальные. Абсолютно правильно. Абсолютно. Хорошо, давайте мы, у нас время приближается, уже, я вам хочу сказать, что, вы как-то отметили, вот эти три года, да, без лета, 1816-1819 годы, да. Интересная вещь, ну, Чикаго, правда, город такой странный, там, если надо подождать, скажем, ну, снять пальто, к примеру, да, подождите 10 минут, и температура изменится, градусов на 10-15, то есть, у нас уже было, можете себе представить, где-то примерно 16 февраля, у нас уже было 20 градусов тепла, 16 февраля, у нас было полторы недели тому назад, у нас было плюс 17, а сегодня у нас минус 8 и снег, и следующие две недели, то, что я смотрю по прогнозам, ну, где-то там, да, подбирается под плюс 7, там, скажем так, 8 градусов, но в среднем держится, да, очень интересен, и да, еще раз, Чикаго, это город ветров, в общем-то, в Инди-Сити называется, у вас широта Мадрида, понимаете, там, Рима даже, вот, вы на одной, чуть-чуть даже южнее Рима и севернее Стамбула, то есть, в общем-то, город-то южный, по большому счету, но там, город-то находится, Рима, скажем, северное побережье Турции, вот, Чикаго, чтобы понимать по нашему, чтобы радиослушатели понимали, где это, ну, кто же здесь находится, в европейской части России, дело в том, что самое большое в мире у нас находится озеро, то есть, по сути, это не озеро, это море, практически такой, да, вот там холодное, ну, я знаю, озеро, но вообще, не знаю, я когда-то купался, правда, но когда-то я еще купался, в этом озере, кстати, но оно прогревается, я не знаю, где-то к концу августа, в сентябре, только лишь, более-менее, но там достаточно прохладно было, и всегда оно прохладно, то есть, дело в общем, на мой взгляд, опять же, это вот, все вот это вот карма, дело в том, что совершенно потрясающая автотрасса, скажем так, она называется Lake Shore Drive, Lake это озеро, Shore это побережье, Drive это дорога, скажем так, да, вот, дорога вдоль озера, вдоль побережья, вот эта дорога, и полоса, ну, там, довольно серьезная полоса, она была отвоевана у озера, то есть, природное было озеро такое, а потом решили, так сказать, захватить это все дело, и построили там достаточно много всего, и в том числе, скажем, небоскребов, которые находятся, ну, чуть ли вот не вот возле этого озера, там прямо находится вот эта автотрасса, очень красивая, кстати, потому что едешь по ней, с одной стороны, не к Басарёбе, с другой стороны, яхты там, которые, и частные яхты, и очень красивые яхты, и оттуда же выход, откуда угодно, и куда угодно, кстати, все-таки через озеро Мичикан, можно, можно как-то выйти, но, опять же, это все искусственно ведь сделано, оно красиво, да, но оно сделано искусственно, вот мне кажется, все-таки, что вот здесь есть вот эти вот вещи, ну, природа, так сказать, отвечает, несмотря, несмотря на то, чтобы, как бы, внешне это незаметно, да, ну, и в Чикаго, если уже говорить об этом, там находилось когда-то, совсем недавно, кстати, самое большое здание в мире, Сирс Тауэр, находилось с двумя такими антеннами, с собирателями, как вы говорите, электроэнергии, наверное, там где-то как-то бы это все было задумано, и где, кстати, нынешний президент, Дональд Трамп, построил очень и очень серьезный комплекс, кондоминиум это называется, где прямо на берегу реки, Чикаго Ривер, эта река называется, и это было, кстати, Аппрентиз, где он вел эту передачу, это была первая программа, я помню, где человека, которого он взял, он его пригласил ввести вот этот проект, очень красиво, и действительно, вот эти здания, которые построил Трамп, а он же, мы же знаем, он же был, и есть, сейчас, правда, ушел от этого, вот я сегодня ехал и слушал радио, и там, там, конфликт интересов достаточно серьезный, поскольку, во-первых, он должен был уйти, он же миллиардер, и он же президент серьезной корпорации, то есть, он оставил вроде бы своему старшему сыну, а Иванка Трамп, его старшая дочь, она ушла тоже с позиции, которую она занимала, иначе это теперь уже очень и очень серьезно, вот, может быть, посмотрим вот эту позицию, в заключение, у нас уже время подходит к концу, что есть какие-то там прогнозы, Андрей, что вы хотели бы пожелать нашим радиослушателям, в плане, безусловно, астрологии, потому что все-таки вы профессиональный астролог? Ну, во-первых, обязательно желаю всем находиться в вибрациях любви и восторга. Очень серьезное астрологическое пожелание, да, я понимаю. Если, ну, кстати, вот сейчас же ретрофазу планета Венера, как бы, формирует, поэтому, как раз тема любви, она актуальна, и на ретрофазе хорошо как раз обучаться тому, возвращаться к прошлому, тому, что, как бы, ну, как-то было упущено, или что-то в этом духе. Кстати, все равно мы по Венере сейчас, как бы, тоже проходимся немножко, и исполнять свою кармическую задачу. И тогда человечество, вот, представьте себе, не будет войн. То есть, потому что все войны, это мотив их, ну, отнюдь, не желание добра и любви ближнему, то есть, вот, поэтому, то есть, мотив любых войн, это деструктивное мышление. и которое приводит к тому, что вы видите, что на примере всех войн, то есть, они приносят страдания, горе, разрушения, и причем большую психическую травму будущим поколениям. Вот, и также изменяется генофонд, и человечество тормозится в своем развитии, потому что на войне гибнут лучшие. Ну, по определению, коллега не будет призван на фронт, а призывается здорового, там, умного, и первые же это клиенты, скажем, на смерть, скажем таки. Поэтому, любая война, она вымывает генофонд, то есть, остается после нее, ну, скажем так, не самый, скажем, цвет человечества, к сожалению. Вот, но это не значит, что человечество не пройдет эти уроки. То есть, видно, надо пройти, и пути Господни, как говорится, неисповедимы, всегда прородятся души, потом, пусть будет, не в таких комфортных условиях, которые, как бы идеально, можно было прородиться, но, например, мы с вами, вот мы с вами родились не в семьях, там, духовных родителей, которые, там, открыли нам эзотерические тайны, там, владели какими-то знаниями, там, космическими. Мы родились в семьях родителей атеистов, но больше из нас, ну, факт, ну, в советское время. Ну, такие условия для старта у нас были, что родиться в стране победившего атеизма, в родителей убежденные атеисты, а нам ломать эту вот систему, через надо, через было, то есть мы видим, что не все так материально, скажем так, само по себе не возникло, и это возможно, кстати, это сверхзадача нашего поколения такая была, чтобы взять и вот противостоять вот этой, и сказать, а все-таки, знаете, как зеркало, это все не так, все не просто так, и не само по себе возникло, там, вот эта теория, там, большого взрыва и прочее, там, какие-то абсурдные теории, ну, кто, как может в результате деструктивного действия что-то созидаться? более того, как может возникнуть что-то из ничего? ну, из ничего, там, из океана возникало все, согласно всем мифам, но был океан, да, это не ничего, океан, то есть он уже повел, и там уже там яйцо прородилось, из яйца там что-то еще там, и как бы мир пророждался там, вот поэтому я желаю радиослушателям, сангейц, радио, наилучшие показатели астрологические, скажем так, в натальной карте, чтобы они работали, а те, которые у каждого из нас есть сложные, всякие там квадратуры, с оппозицией, мне надо расстраиваться, они нас двигают, то есть мы благодаря им развиваемся, и поэтому не надо бояться сложностей, а надо их с любовью и восторгом встречать, вот такое тогда жизнь налаживается у всех у нас, у всего человечества, и мы просто развиваемся, эволюционируем, созидаем, пребываем в гармонии. Спасибо, спасибо большое, действительно это так, это правда, и то, что приходит к нам, это наши уроки, на самом деле, и то, что сказал Андрей, вот сейчас, астрологические какие-то аспекты, буквально вот там, скажем, недавно я там делал программу, насчет, кстати, Сатурна, Сатурн, достаточно серьезная планета, одна, кстати, не одна из самых, а самая главная планета, из всех, визической, скажем, астрологии, и Сатурн является нашим самым-самым-самым-самым большим учителем, но, опять же, надо воспринимать это именно таким образом. Хорошо, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами, о том, что вы нас слушаете, и оставляете свои замечания и комментарии, Андрей, спасибо вам за, как всегда, очень интересную беседу, ну, как я уже сказал, я попробую что-то сотворить из тех маленьких клипов, просто, А может, и не надо, я даже не думаю, А нет, это интерес, это, ну, давайте сделаем, просто, просто интересно, да, ну, просто, ну, как интересно, может, кому-то будет, ну, а эта программа, естественно, записывается, она будет обработанная, выложена в YouTube, Facebook, вы можете оставить там, свои комментарии и замечания, спасибо, всего доброго, до свидания, до новых встреч, до новых встреч,